Завершился второй сезон инициативного бюджетирования, в рамках которого граждане могли принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, дорог, школ и других объектов. Сенат Али Мажли со своим постановлением внес поправки в положение для предотвращения некоторых недостатков и недоразумений, наблюдаемых на местах. Также на портале открытый бюджет, проведены технические работы. Усовершенствованы процессы продвижения проектов и голосования. Более 1400 проектов они охватывают конкретные проблемы, существующие на местах, и которые были поддержаны большинством голосов граждан в процессе второго сезона инициативного бюджетирования. То есть население стало еще активнее участвовать в распределении и эффективном использовании средств, направленных на эти цели из государственного бюджета. В данном случае это в общей сложности более 1 триллиона сумм. На основе предложений и замечаний граждан в порядок инициативного бюджета внесены некоторые коррективы и дополнения. В частности, определено, что этапы приема предложений, модерации и голосования будут длиться по 20 дней, всего 60 дней. Перед началом второго сезона на портале открытый бюджет проведены технические работы. Усовершенствованы процессы продвижения проектов и голосования. Внедрены дополнительные функции для обеспечения их прозрачности и достоверности. Чтобы избежать регистрации на портале с разных телефонных номеров и последующего искусственного увеличения количества голосов, процесс голосования строится только через СМС и отправку СМС-уведомлений зарегистрированным пользователям на их телефонные номера при голосовании. Были внесены больше 60 тысяч проектов. Из них наибольшее количество составляют проекты по реконструкции общеобразовательных школ, также реконструкция внутренних дорог, набравших наибольшее количество голосов из Диридо-Ферганска, Самаркандска и Намаганской области. С процессом реализации проектов победителей можно ознакомиться на портале «Инициативный бюджет». К примеру, более 1800 голосов обеспечили победу проекту по ремонту и оснащению современным инвентарем реабилитационного отделения Турткультского районного медицинского объединения Республики Каракалпакстан. Или же приведут в порядок дорогу в селении Сафсан Камашинского района Кашкадринской области. А в сходе граждан Махали-Рышткоприк города Коканда построят современный гузар. И таких примеров множество. Граждане имеют возможность следить за всеми этапами реализации своих проектов, оставлять сообщения о недостатках или проблемных ситуациях. О случаях некачественного или ненадлежащего выполнения работ можно сообщать через портал, что значительно повышает эффективность в плане использования выделяемых в этом направлении средств.